всех приветствую сегодня у меня ipad mini модель 1432 конец 12 года модель конца 12 года вот я вам показываю на свет чтобы было видно проблемы с дисплеем видите на не знаю как его мудрились уронить обычно приносят расхераченные стекла очень часто но сюда тут целое стекло и разбитый дисплей причем ipad ни разу не разбирался так удачно упал и так наша задача заменить дисплей сделать это несложно сложнее снять . тачскрин правильно без повреждений каркаса самого тачскрина и так давайте приступим включаем фен 350 градусов у меня стоит на выходе вполне достаточно снимать будем сверху начинать снимать сверху есть у меня видео по замене тачскрина год назад снимал не очень удачно и тем не менее можно разобраться сейчас бы я конечно уже снял по-другому получше и вообще каждое видео которое снимается хочется переснять снять с исправление с исправлениями ошибок которые были допущены к сожалению много просмотров и и так не забывайте о том что при сильном нагреве тачскрина не только ослабевает двусторонний сквозь на котором посадим но и само стекло тоже теряет свои каленые свойства поэтому имейте это ввиду когда разбираете слишком сильно не нагреваете не перегреваете вот у меня здесь серьезная царапина честно говоря не хочется с этой стороны поддевать давайте начнем отсюда поддеваем пользуется я буду такими отмычками я их уже показывал в предыдущих видео очень удобно снимать обычной обычная обычная пластиковая упаковка чего-либо я нарезал такие вот квадратики очень удобно подлазить в такие доступные места вот поэтому пользоваться буду ими ими используют медиатор слишком тонкий точнее слишком толстый вот железный инструмент слишком жесткий может повредить тач поэтому нужно искать что то среднее между ними Я использую такой вот самодельный инструмент. Кто попробует, я думаю, кому понравится. Толщина скотча требует постоянного подогрева. Это основная часть, которую нам необходимо отсоединить вот рамки. Дальше уже проще, боковинки снимаются быстро. Видите, да, вылезла с другой стороны уже. Давайте прогреем еще. Здесь такая вот глубокая трещина, видите, да, не трещина, а царапина на стекле. И поэтому, боюсь, боюсь перегреть, чтобы эта трещина не превратилась, царапина, то есть превратилась в трещину. Готово. Здесь практически без подогрела снимается. Можно сказать, основную часть мы сделали. Низ снимается немного проще. Магнитик у меня остался вот. Поставим его обратно вот отсюда вот. Тоже достаточно опасная часть, вот эта вот нижняя. Не вздумайте вот таким вот способом здесь нагревать и здесь приподнимать. 90% я могу сказать, что треснет. Много раз пытался так снять, и не получалось. Поэтому продолжаем пользоваться самодельными отмычками. Помимо этого здесь находится шлейф. шлейф кнопки Home, шлейф тачскрина, преимущественно вот в этой части. Поэтому здесь мы можем таким вот способом снять, а дальше уже аккуратно, не глубоко, вот так вот отсоединяем. Так, здесь держим двусторонний скотч. Вот видите, да. Здесь еще один магнитик у нас пускай стоит. Тот, который у нас упал, мы залепим на место вот сюда вот. И так, откручиваем слона дисплей, снимаем прокладки. Одна здесь, одна вот здесь. Снимаем четыре винта по углам дисплея. Так, отмычки можно убрать, они нам уже не пригодятся. Так, далее извлекаем дисплей. Дисплей у нас сломанный, поэтому можно смело его вытаскивать. Сначала отсоединяем вот эти вот две такие вот продолговатые прокладки. Одна здесь и одна с этой стороны. Далее, здесь внизу. Покажу поближе. Видите, да. Вот это вот скотч. Вот одна его часть и вот вторая его часть. Очень аккуратно снимаем вот эти отрезки скотча. Их нужно поддеть очень аккуратно, потому что под ними находится шлейф самого дисплея. поддеваем. То есть поддеваем самый верх. Сейчас покажу поближе. поддеваем. Были случаи, когда первые разы еще я разбирал iPad. Поддеваешь вот этот вот скотч вместе с шлейфом дисплея. Таким вот образом отсоединяем его. А ниже вот этот вот шлейф дисплея, который идет на разъем непосредственно самого дисплея. на эти моменты. Обратите внимание на эти моменты. Вот он, видите, пошел шлейф. Вот он. То есть если вот эту часть шлейфа зацепить или надорвать, в дисплеях она будет искать новый. И так извлекаем дисплей теперь. Поддеваем. Целый дисплей, конечно, извлекается намного аккуратнее. учитывая, что у нас дисплей сломан. Просто снимаем без всяких предостережений. Далее снимаем вот этот металлический экран. Далее. Здесь у нас находится множество винтов, как видите. Ненужных причем. На последних айпадах мини, на третьих. Количество этих винтов уже уменьшено. Поэтому, когда я разбираю вот эти старые айпады мини, я не вкручиваю назад все вот эти винтики, которые сейчас вкручиваю. Я вкручиваю три с этой стороны и три с этой стороны. Считаю, этого вполне достаточно. При разработке последних айпадов мини, я думаю, они не напрасно убрали все эти винты не нужные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь винтов с этой стороны. Плюс два угловых винта дисплея. Десять с этой стороны и восемь. Десять с этой стороны, то есть абсолютно не нужно. Поэтому я вкручу три сюда и три сюда. Когда будем закрывать защитный экран металлический. Десять с этой стороны. Десять с этой стороны. Десять с этой стороны. Еще один винтик остался. Снимаем металлический экран. Здесь у нас. Подкручиваем три винтика, под которыми находятся разъемы тачскрина и дисплея. Три винта этой заглушки, они раза в два меньше тех, которые мы открутили. Поэтому не перепутайте их. Положите их рядом с заглушкой. И отстегиваем дисплей. Пристегиваем новый дисплей для проверки. Как видите, новый дисплей заработал. Все реагирует. Я думаю, все нормально. Код айпада клиент нам, по-моему, оставил. Один девять шесть восемь. Давайте посмотрим. Один девять шесть восемь. Ну, все в норме. Отключаем айпад. Ставим заглушку. О, все в норме. Два. 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 Защитный экран, закручиваем винтами. Если кому-то нравится закручивать винты, то можете закрутить все винты, хуже не будет. Итак, давайте поправим скотч оригинальный. Не будем его снимать, я считаю, нецелесообразно. На него же посадим, предварительно разогрев его. Дополнительного скотча не требуется. Старайтесь не касаться пальцами поверхности тачскрина, внутренне я имею ввиду, потому что останутся следы отверстия. Отпечатки ваших пальцев. Закручиваем обязательно четыре угловых винтика. Дополнительного скотча. Дополнительного скотча. Ставим назад. Ставим прокладки обратно. Ставим крутой электричеством. Один сверху, и второй, который снизу, он у нас остался на тачскрине, поэтому оставляем его. Посмотрите еще раз поверхность, где разорваный двусторонний скотч, поправьте его, где разровняйте, там разровняйте. Сейчас мы его нагреем и посадим на него же. Ставим продольные прокладки, которые мы снимали. Нагреваем скотч, снимаем пластик с дисплея и устанавливаем тачскрин на свое место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Температуру на выходе термофена выставьте порядка 200 градусов. Этого будет вполне достаточно, чтобы разогреть скотч и одновременно не повредить дисплей температурой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Устанавливаем тач. Начинайте сверху, установите вверх, прижмите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте его прислоним. Как следует можно дополнительно прогреть поверхность. Ещё раз его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как с левой прижать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, остались пылинки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если клиент обратит внимание на эту полинку, то придется заново снять. Давайте лучше сделаем это сразу. Давайте сразу протрем, сделаем по человечески. Добавляем. 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 Как-то так. Приблизительно меняется дисплей на iPad mini. Не очень сложно. Тем не менее, опасные моменты присутствуют. всем удачи в работе подписывайтесь на наш канал до новых встреч